МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня предлагаю поговорить об организации медицинской помощи в регионе. Присоединяйтесь к нам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь Васильевич Баранов, начальник Главного управления здравоохранения Гомельского облсполкома. Родился в 1971 году в Петриковском районе. В 1994 году окончил Гродненский государственный медицинский институт. В 2016-м – Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал санитаром Мозорской центральной районной поликлиники. В 1994-1999 годах работал врачом-интерном и врачом-урологом в Мозорских городской больнице и поликлинике номер 2. С 1999 по 2004 годы возглавлял отделение программного гемодиализа Мозорской городской больницы. В 2004 году был назначен главным врачом Мозорской центральной городской поликлиники. На нынешней должности с 2016 года. На вопросы, которые касаются работы системы здравоохранения региона, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Здравствуйте, Ольга. Игорь Васильевич, я хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Спасибо за поздравление. И весь коллектив врачей нашей области хочется поздравить. И сказать им спасибо за их труд и за то, что в своем графике, таком напряженном, находят и для нас минутку, чтобы выйти, чтобы ответить на вопрос. Это очень ценно, очень для нас важно. Что бы вы хотели пожелать вашим коллегам? Что желают врачи друг другу? В первую очередь своим коллегам я желаю никогда не быть ничьими пациентами. То есть, в первую очередь, чтобы они сами были здоровы, благополучны. Ну и, безусловно, хочу еще раз выразить слова искренней благодарности за тот огромный труд, объем работы, в первую очередь, которую они проделывают ежегодно, стоя на страже здоровья наших граждан, спасая без преувеличения жизни ежедневно, ежечасно. Поэтому, дай бог, этой неиссякаемой энергии, профессиональной самореализации, достижения намеченных целей, чтобы все в них складывалось хорошо и успешно. Спасибо за такие теплые слова. Обычно к профессиональному празднику на республиканском уровне принято поздравлять, чествовать лучших. Кем в этом году мы можем особенно гордиться на Гомельщине? В этом году также ряд наших врачей, средних медицинских работников были награждены почетными грамотами Гомельского областного исполнительного комитета, Гомельского областного совета депутатов, также благодарностями, почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, знаками отличных здравоохранения. То есть в общей сложности заслуженные награды получили более 300 человек области. Они были вручены как на областном, так и на республиканском уровне, а также непосредственно в учреждениях здравоохранения регион. А что касается учреждений и коллективов отдельных больниц, поликлиник? Да, у нас тоже ежегодно проводится подведение итогов. Мы рассматриваем этот опрос комиссионно, коллегиально, с учетом основных достигнутых результатов. Из областных учреждений по результатам работы в 2018 году признана лучшим Гомельская областная детская клиническая больница, из районных учреждений здравоохранения, Мозорская центральная городская поликлиника. Но в то же время, безусловно, основную нагрузку по сложности и болезни, и пациентов несут областные клинические больницы. В первую очередь, областной клинический кардиологический центр, Гомельская областная клиническая больница, областной клинический онкологический диспансер, госпиталь на Ледово-Отечественной войне. Тесно мы взаимодействуем и с республиканским научно-практическим центром, радиационной медицины и экологии человека, который находится на территории города Гомеля. Ну и также, в целом, городские районы и учреждения здравоохранения выполняют стоящие перед ними задачи. То есть более 300 человек ежегодно проходят лечение в наших стационарах. 300 тысяч. 300 тысяч, извините, да, 300 тысяч. И более 16 миллионов посещений происходят в амбулаторно-политенических организациях здравоохранения. То есть это значительный объем работы, который выполняют квалифицированные медицинские кадры. Прежде чем мы перейдем к основной части нашего диалога, будем принимать вопросы от наших зрителей, давайте посмотрим короткий анонс событий этой недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во вторник, 18 июня, в Гомель прибудет молодежный марафон 75, посвященный 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и победе советского народа в Великой Отечественной войне. 19 июня с 15 до 17 часов в Гомельском областном исполнительном комитете состоится прямая телефонная линия с участием помощника президента Республики Беларусь инспектора по Гомельской области Юрия Витольдовича Шулейко. Номер телефона прямой линии 8 0232 33 12 37. В среду, 19 июня, лучшим корреспондентам, журналистам и редакциям средств массовой информации региона будут вручены награды Гомельского облсполкома. В четверг, 20 июня, награды будут вручены победителям областного этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси-2019». С 21 по 30 июня 2019 года в Минске пройдут европейские игры. В крупнейшем мультиспортивном форуме континента примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта, а также лицензии на Олимпиаду 2020. Во время вторых европейских игр в Гомеле будет открыта фан-зона. Территория для болельщиков разместится на площадке у Ледового дворца. Болельщики, не попавшие на трибуны в Минске, смогут увидеть прямые включения, а в перерывах стать участниками культурно-развлекательных программ. Начало яркого шоу в 20 часов 21 июня. Суббота 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В Гомеле состоится церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков, а также концерт-реквием в сквере имени Громыка. В воскресенье 23 июня у мемориального знака в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе пройдет военно-исторический фестиваль. Дата выбрана не случайно. Именно 23 июня 1944 года началась военная операция, которая завершилась освобождением Белоруссии. На фестивале воссоздадут один из эпизодов наступательных действий. Неделя в Гомельской области будет яркой, будет насыщенной. Следите за событиями, смотрите новости на Беларусь4, а прямо сейчас мы принимаем в студии диалога телефонный звонок от нашего зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая просьба, пожалуйста, помогите, пожалуйста. Мне, чтобы меня положили в больницу, у меня тяжелое состояние. Меня не лечат с 2004 года в больнице. Только пару раз, когда ложили, делали дневной стационар в филиале номер 5, только там несколько капельниц. А к обликсному лечению ничего не проводило. У меня сейчас состояние тяжелое. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Смирнова Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна, где вы живете? Здесь, в городе Гомеле, на Вагданно-Хмельницком. В городе Гомеле. В связи с каким диагнозом вам нужно лечение? Вегетососудистая дистония. И вы хотели бы лечиться в стационаре? Доктор вам говорит, что ничего страшного нет, и больницу вам пока не нужно, да? Они как говорят, что нет места, а вы, пожалуйста, там пейте свои таблетки, если что, там тогда будет решаться. А так сейчас у нас типа крайне тяжелые другие люди. А вы вот такие-то свои таблетки дальше принимайте и наберитесь терпения. Вам тогда скажут. А это длится уже долго и ничего мне не ложат. Спасибо за звонок. Татьяна Викторовна, постараемся вам помочь. Игорь Васильевич, возьмите на заметку, пожалуйста. Нам нужно будет хотя бы контактный телефон, чтобы сейчас не брать данные в эфире. Да, контактный телефон у нас будет для связи с нашей телезрительницей. Хорошо, мы связимся и определимся с порядком оказания медицинской помощи. Может быть, нужно какие-то пройти дополнительные обследования и узнать, что же тревожит человека. Человека. Ну, тяжело долгое время жить с болью и с каким-то беспокойством. Мы смотрели анонс событий. То, чего сегодня ждет вся наша страна Евроигры. Будете болеть за кого-то? Вообще спортом увлекаетесь? Ну, безусловно. То есть, как в любом виде деятельности, так, наверное, и в спорте. Всегда приятно смотреть соревнования высокого уровня, выступления подготовленных, именитых спортсменов. Вот, и поэтому таких однозначных предпочтений в видах спорта нет. Да, безусловно, командный, значит, спорт мне нравится. То есть, футбол, хоккей, в первую очередь. Но в данной ситуации, естественно, будем болеть за наших, за Беларусь. Вот поэтому, по мере времени и возможностей. Будем болеть, и хорошо, если только в этом смысле. Да, безусловно. По крайней мере, да, в эти дни. Главная задача медицины – увеличивать продолжительность жизни человека, улучшать качество этой жизни. В среднем женщины в Беларуси живут 79 лет, мужчины, к сожалению, на 10 лет меньше. Разрыв этот 10 лет считается достаточно значительным. Игорь Васильевич, есть ли перспективы у нашей страны превратиться в страну долгожителей? Что для этого нам нужно? Перспективы, безусловно, есть. Ну и в первую очередь, кроме уровня развития здравоохранения, конечно же, уровень самосохранительного поведения наших граждан, слава богу, тоже с каждым годом улучшается. То есть, соответственно, отношение к своему здоровью, ведения здорового образа жизни, активного, подвижного образа жизни. Безусловно, это и плюс факторы, о которых мы говорим в части и питания, и соблюдение, наверное, всех рекомендаций медицинских работников, в первую очередь. Очень много проводится профилактических акций, и не только в областном центре, а и в наших городах, и районных центрах. Это так называемая также форма работы здорового города и поселка, где вот в комплексе мы действительно и призываем, и настойчиво прививаем вот эти навыки здорового образа жизни. Поэтому, безусловно, все, что зависит от нас, мы каждый год ведем ответственно правильную работу, но что отрадно, что мы видим тоже определенные отклики со стороны нашего населения, наших граждан, вот на те посылы по соблюдению здорового образа жизни, и в целом вообще самосохранительного поведения. Да, да, есть динамика положительная, есть хорошая тенденция, в общем-то, и, как жизнь показывает, в этом направлении все двигались, в том числе и наши соседние страны, страны Европы, вот, и это занимало тоже не один год, в общем-то, но настойчивость и целеустремленность в этом направлении с двух сторон, как со стороны здравоохранения, так и со стороны населения, должны давать тоже свои результаты, я думаю, что они будут в лучшую сторону. Ну, сегодня речь точно не идет о технологической отсталости нашей страны, высокая медицина с каждым годом становится все ближе, все доступнее, в регионе выделяются миллионы рублей на техническое переоснащение, как расставляются приоритеты, куда и на что направляются выделенные средства? Значит, ну, приоритеты, в первую очередь, на то, чтобы, во-первых, обеспечивать непрерывность лечебно-диагностического процесса, то есть не допускать сбоев в отсутствии либо нефункционирования диагностического и лечебного оборудования. Ну, и, безусловно, параллельно идет его планомерная замена в рамках того, что я сказал, в рамках наших также возможностей, как областного бюджета, так и республиканского бюджета. Ну, и приоритет, конечно же, соблюдается в той части, что высокотехнологичные методы диагностики и лечения концентрируются на областном уровне, городском и межрайонных центрах. Вот, а на районном уровне, то есть, должно быть и есть необходимое диагностическое оборудование, чтобы своевременно установить диагноз, своевременно оказать необходимый объем медицинской помощи. Вот, и также все возможности в установленном порядке по оказаниям высокотехнологичных видов медицинской помощи, естественно, выполняются на областном и на республиканском уровне. Как в этом и в будущем году будут тратиться эти средства? Куда придет благожданное, новое, современное оборудование? Значит, в конце года из высокотехнологичного, дорогостоящего медицинского оборудования в областном онкодиспансере появится компьютерный томограф новый. В Гомельской областной клинической больнице будет установлен аппарат для литотрепсии, то есть, это для дробления камней при мочекаменной болезни. Также у нас полномерная работа идет по обновлению медицинского оборудования как для городских, так и для районных организаций здравоохранения. Обновляется ежегодно автопарк, в первую очередь, автомобилей скорой медицинской помощи. В том числе и в этом году приобретаются три реанимобиля для Светлогорской, Калинковичской центральных районных больниц и для областной детской клинической больницы. Поэтому этот процесс действительно носит системный, планомерный характер и направляются туда значительные финансовые средства. То есть, в этом году также эта работа проходит в таком плановом режиме. Спасибо. Далее предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике «Есть мнение». Как вы оцениваете уровень оказания медицинской помощи в регионе? Наши корреспонденты поинтересовали, что думают об этом люди на улицах Гомеля. Если вспомнить 60-е, 70-е годы, 80-е, даже 90-е прошлого века, и сейчас мы сопоставляем с нынешним, то уровень медицины, конечно, на шаги выше. В плане чего? В плане нового оборудования медицинского. Раньше разве у нас было УЗИ никогда в жизни? Мы никогда не знали, кто у нас родится, мальчик или девочка. А теперь на ранних стадиях уже родители знают, кто будет. Достойно оказывают помощь населению в пострадавших районах. Много очень перспективной молодежи сюда приезжают. Выделяется жилье для наших врачей, специалистов молодых, которые приезжают. Я хочу сказать, что я нечастый гость в больнице. Что-то, какое-то пожелание не могу сказать, потому что, слава богу, там не появляюсь. Сам спортом занимаюсь, так что я там не могу вам сказать ничего, если честно. Учиться хорошо и знания получать, и все. А когда знания будут, так и лечить будет нормально, и вопросов у населения не будет. Мы пенсионеры, вот, как вам сказать, болеем часто. Но, слава богу, что у нас такая вот красивая, хорошая поликлиника, хорошие врачи, больница, в палатах все прекрасно. Вот положили в больницу жену на два человека, в санузлы, помыться, ну, все прекрасно. Медицина шагнула огромными шагами вперед. И теперь, скажем, в Гомеле на базе ряда больниц можно провести любую диагностику современную и, в общем-то, получить лечение. Сравнить нынешнюю медицину с той мне трудно в пользу той, только эта. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня об оказании медицинской помощи. Старшее поколение, конечно, замечает и отмечает те изменения, которые произошли в медицине, в здравоохранении. Ну, если оценить объективно, какие слабые места сегодня еще вы можете определить? Ну, еще мы занимаемся активно, и это действительно требует внимания в первую очередь. Это развитие первичной медицинской помощи, то есть оказание медицинской помощи в первую очередь в амбулаторных условиях. Есть разные факторы, почему не все гладко пока в организации работы поликлинического звена, наверное. Но сейчас тенденция такова, что здравоохранение Республики Беларусь пошло по пути поэтапного перехода к общевой врачебной практике. Вот и сейчас эта работа уже в стадии, скажем так, я уже говорил об этом, что уже в этом году по итогам первого квартала доля врачей общей практики в общем количестве врачей, работающих в первичном звене, составила более 79%. Это в первую очередь имеется в виду участковые терапевты, вместо них будут работать и работают уже врачи общей практики, то есть преследуя именно цель, как более квалифицированные врачи общей практики, более широкого, скажем так, профиля. Даже для участкового терапевта. Да, да, безусловно. Вот поэтому в части того, чтобы комплексный подход этот достичь при посещении пациента, в первую очередь врача общей практики, ну и преследует здравоохранение страны, по этому пути мы и идем. Плюс формируется командный подход в оказании медицинской помощи, то есть помощь врачу общей практики, придается помощник врача и медицинская сестра тоже общей практики, между которыми четко разграничены и распределены обязанности, вот для того, чтобы достичь этого необходимого качества, как мы даже называем, за одно посещение максимально. Вот, ну и безусловно, пока функционируют врачи узкие специалисты и будут вести прием, как и принимают в настоящее время. Вот, ну расчет все-таки на то, чтобы возможности диагностические и лечебные врача общей практики, в общем-то, позволили, ну несколько нам все-таки снизить нагрузку на врачей и специалистов, чтобы они действительно занимались и находили свое приложение в тех ситуациях, где это в первую очередь необходимо и действительно без них не обойтись. То есть в этих случаях врач общей практики сам всегда направит и организует консультацию, осмотр и оказание необходимой медицинской помощи врача-специалиста по соответствующему профилю. Формировать штат врачей общей практики будут из новоиспеченных врачей, молодых специалистов, либо же прошедших переквалификацию? Да, есть два направления. В нашей организации здравоохранения укомплектовываются подготовленными врачами общей практики, которые после окончания института уже имеют соответствующую подготовку. И также идет параллельно переподготовка врачей и терапевтов участковых по общей врачебной практике. Поэтому только в прошлом году прошли переподготовку более 100 врачей-терапевтов участковых. И этот планомерный переход будет продолжен. И к концу 2020 года первичное звено по оказанию медицинской помощи взрослому населению должно быть полностью переведено на общую врачебную практику. Спасибо, Игорь Васильевич. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Наши корреспонденты побывали в больницах гомельских и не только. Пообщались и с врачами, и с пациентами. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Как ваши дела? Нормально. Как чувствуете себя? Хорошо. Как шевеление ребеночка? Как лечение переносите? Нормально. Хорошо. В Брагинской районной больнице врач Юлия Суденко работает всего около года. Однако, несмотря на такой небольшой стаж, чувствует себя уверенно. Предсказывать будущее не наша задача. Но недавняя выпускница медицинского университета кажется явно на своем месте. Причем другие бывшие студенты ей, наверное, могут даже в чем-то позавидовать. Брагинская больница сегодня в районном звене среди лидеров. Новое здание ЦРБ открыли в 2000 году. Еще через 13 лет провели модернизацию. По технической оснащенности это одно из лучших районных медицинских учреждений. Хотя только приобретением современного оборудования в Брагине не ограничились. Одно из главных требований к медицинскому персоналу – уважение к пациентам. Юлия Каледа с восьмимесячным сыном в больнице уже несколько дней. Говорит, что очень хочется домой. Тем более, что благодаря врачам состояние ребенка улучшилось. При поступлении в учреждение у малыша, почтительно называемым Назаром Владиславовичем, действительно были проблемы со здоровьем. Однако сейчас все тревоги в прошлом. Сегодня в Брагинской районной больнице работают около 40 врачей и почти 140 средних медицинских работников. Для местных жителей они не просто люди, с которыми практически ежедневно встречаешься на улице, а медики с большой буквы, которые всегда придут на помощь. Дважды я здесь лежала в больнице и хочу сказать, что персонал очень хороший здесь, внимательный, отзывчивый. Начинают санитарок и кончая кухни. Кухни как домашние. Особое внимание ветеранам Великой Отечественной. Кроме комплексного медицинского обследования в больнице, ежемесячно они проходят еще и осмотр по месту жительства. Василию Николаенко в этом году исполнится 95. Говорит, что во время войны не прошел, а буквально прополз Беларусь, Украину, Латвию, Польшу и Германию. Значительных проблем со здоровьем у ветерана медики не отмечают. Однако в дальнейшем советуют проверять артериальное давление по несколько раз в день. В районной больнице для этого даже разработали специальную памятку для пациентов. Я сюда вставил дневник для ежедневного измерения артериального давления. То есть в течение определенного времени, неделя, месяц, формы хватает на целый месяц, трижды в день люди измеряют артериальное давление себе, потом приходят к доктору своему, и, соответственно, он уже имеет возможность оценить уровень артериального давления в динамике у человека. Выездные приемы медиков в Брагинском районе – обычная практика. В конце концов, далеко не каждый сельчанин в будний день может приехать в центральную больницу для комплексного обследования. В связи с чем, несколько лет назад здесь организовали работу первого в области передвижного медицинского комплекса. Актуальны и выезды специализированных медицинских бригад, хотя оказание помощи только на местном уровне – дело не ограничивается. При необходимости пациентов могут оперативно отправить и в учреждения областного уровня. По моему мнению, на сегодняшний день очень серьезным таким шагом и достижением является то, что в разы увеличилась доступность оказания консультативной и стационарной медицинской помощи жителям регионов, в частности, населению Брагинского района на областном уровне. И это личная заслуга начальника главного управления здравоохранения Гомельского областного полкома Баранова Игоря Васильевича. Это очень серьезный шаг и это серьезная работа, и она обязательно принесет свои плоды и положительный результат. Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи – одно из старейших медицинских учреждений области. В статусе земской больницы она была создана еще в 1903 году. Об уровне профессионализма кадров этого учреждения можно судить по таким цифрам. Практически каждый четвертый врач аттестован на высшую категорию, каждый третий – на первую. Впрочем, только констатации статистических данных в больнице не ограничиваются. Ежеквартально здесь проводится анкетирование больных по вопросам коррупционных проявлений в больнице и качество оказания медицинской помощи. Результаты свидетельствуют. Серьезных вопросов кадрам нет. Все заведующие отделениями – это врачи высшей категории, медсестры у нас все 100% аттестованы в высшей категории. И нужно отметить, что в основном у нас возглавляют структурные подразделения, хирургический блок, гинекологию. Все молодые ребята, которые вышли с наших стен. Сегодня в стационаре Гомельской больницы скорой медицинской помощи выполняются практически все диагностические исследования, доступные для городского уровня. Хотя своя особенность у гомельчан все-таки есть. В 2013 году при больнице открыли городской диагностический центр. Ежегодно здесь выполняется около 5000 обследований брюшной полости. Практически у каждого десятого выявляются полипы, которые могут привести к раковым заболеваниям. Теперь они удаляются сразу во время диагностики. Фактически мы имеем возможность удалить эту опухоль на стадии предракового заболевания и фактически подарить человеку жизнь. Причем делаем мы это все одномоментно в нашем центре. Делаем мы это все безболезненно, делаем мы это все без длительных госпитализаций. Сегодня в Гомельской области создается комплексная система оказания медицинской, социальной и психологической помощи людям с различными заболеваниями, в том числе позвоночника. Очередным шагом в этом направлении стало открытие в областной больнице второй операционной нейрохирургического отделения. Первые, не самые сложные операции здесь проводили еще в 80-х годах прошлого века. Однако специализированное отделение в Гомеле открылось только в 2015. Сегодня операции на позвоночнике с использованием высокотехнологичного оборудования в Беларуси проводятся только в Минске и Гомеле. Причем открытие второй операционной позволило практически вдвое увеличить количество хирургических вмешательств, проводимых на современном мировом уровне. Осенью прошлого года проект вошел в решающую фазу. Руководством Главного управления здравоохранения Игорем Васильевичем была поставлена задача открыть новый операционный, для который необходимо было закупить новое оборудование, необходимо было запустить его и на нем работать. Ну и самое главное для нас, для хирургов, для врачей, это то, что раскрылись новые перспективы. То есть мы можем двигаться вперед, внедрять новые технологии, которые еще больше будут помогать населению нашей области. Вы смотрите «Диалог» Игорь Баранов, начальник Главного управления здравоохранения Гомельского облсполкома. Сегодня наш гость. Игорь Васильевич, Брагинская больница. Показательный пример организации помощи в районе. Почему не у всех так получается? Ну, во-первых, я хочу сказать, что сегодняшним сюжетом вы четко проследили уровневость оказания нашей медицинской помощи. Действительно, вот в данной ситуации районный, городской, областной уровень. Еще есть у нас, ну, объединяем районный, городской и межрайонный. И самый верхний уровень, или самый высокий уровень, уже республиканский уровень. Вот. Ну и безусловно, что Брагинская центральная районная больница по организации, в первую очередь, вот первичной медицинской помощи, по организации работы поликлинического звена, по проведению профилактических мероприятий, в том числе, вот то, что мы видели с вами в видеосюжете, то есть, ну, находится достаточно на хорошем уровне. Вот. И мало того, мы начали использовать практику обучения наших руководителей организации здравоохранения, районного уровня, в первую очередь, особенно вновь назначенных главных врачей, в части обучения на лучших базах районных городских организаций здравоохранения, именно в части организации оказания медицинской помощи. И то, что у нас действительно является приоритетом, вот, работа с населением, выездные формы работы, организация проведения диспансеризации, взаимодействие с предприятиями, что касается, вот, этот важнейший приоритет по трудоспособному населению. То есть, мы тоже действительно, вот, за эти последние два года очень хорошо продвинулись, вот, в этих направлениях деятельности. И действительно, уже видим реальный отклик и хорошую заинтересованность руководителей предприятий, организаций, учреждений, вот, именно во взаимодействии со здравоохранением по профилактической составляющей и совместной работе с организациями здравоохранения по территориальному принципу. Поэтому, действительно, Брагинская центральная районная больница заслуживает слов благодарности и положительного примера, как один из хороших вариантов внедрения вот этих наших форм работы в первичном звене. И здесь это действительно остро необходимо. Район, пострадавший в результате Чернобыльской катастрофы, это правильно, что такие были произведены вложения в него? Тогда можно и отдачи требовать? Да, безусловно. Игорь Васильевич, а кто, какие районы в ближайшее время смогут получить помощь от Управления здравоохранения на свое развитие? Да, в 2019 году комплексного подхода по приведению надлежащего состояния центральных районных больниц в этих мероприятиях сейчас задействована Петриковская центральная районная больница, Хойнингская центральная районная больница, ну и также ближайшая перспектива, уже частично начаты реализации мероприятий в Светлогорской центральной районной больнице и будут продолжены в 2020 году, и также в Мозорской центральной городской поликлинике, имея в виду в первую очередь все структурные подразделения, которые входят в состав территориального здравоохранения, также в 2019-2020 год. Ну и, безусловно, какие-то проблемные вопросы, которые не стоят в таких, скажем, отдельных планах, но это просто требует первоочередного тоже направления тех или иных средств и дополнительных источников финансирования, также эти работы выполняются в планомерном режиме, я бы сказал. Игорь Васильевич, а как Вы относитесь к решению кадрового вопроса? Понятно, что районным учреждениям решать его сложнее, а особенно отдаленным от областного центра должны выращивать свои кадры, своих цельвиков, которые обучаются в вузах и потом возвращаются на место. Должны закреплять молодых специалистов у себя, предлагая им жилье и какие-то условия хорошие, работы, должности, что проще на районе, да, стать сразу главврачом, главным специалистом. Либо же, можно закрывать этот вопрос, выездными приемами врачей из Гомеля? Нет, ну, все равно, приоритет остается однозначный. Задача по укомплектованию медицинскими кадрами, в первую очередь, конечно же, врачебными кадрами, организацией здравоохранения, он важен, и выездная форма работы, это скорее как дополнение к качеству, к видам диагностической лечебной помощи. Поэтому, как форма работы, профориентационная работа на местах и больше, естественно, шансов закрепиться медицинским кадром, направленным по целевому направлению, на территорию, откуда они вышли, конечно же, мы это тоже прослеживаем, особенно на небольших административных территориях Гомельской области. Спасибо, Игорь Васильевич. Время летит молниеносно, у нас буквально 3,5 минуты до окончания эфира. Есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер, я предлагаю вам так, в формате Блица. Короткий вопрос, максимально короткий ответ, там, где нужны какие-то пояснения, тогда, значит, как-то за эфиром попробуем, да, так говорится. Хотела бы стать донором крови на безвозмездной основе. Какие нужны иметь документы и справки для этого? И насколько сегодня важна донация крови? Значит, перечень медицинских документов, чтобы тоже не занимать эфир, имеется в каждой территориальной поликлинике. Вот, а непосредственно, значит, забор крови можно осуществить, если касается города Гомель, это на Гомельской станции Переливанной крови. Можно просто прийти, здравствуйте, хочу сдать кровь. Значит, ну, вообще обращаться нужно в территориальную поликлинику, где предоставят перечень необходимых... А, к своему участковому врачу. ...обследований, даже можно обратиться в регистратуру, либо в доврачебный кабинет. Кровь нужна? Да, безусловно. Там есть перечень исследований, в первую очередь анализ крови на, в том числе, широкий спектр. Вообще, потребность насколько острая? Вы, как хирург, это знаете. Значит, потребность эта существует, и, слава богу, проблемных вопросов в этом плане не возникает, но за счет именно донорства и этих вопросов и нет, к счастью. Спасибо нашим людям, потому что это действительно большое благородство дарить часть себя и спасать жизни других людей. Одна донация три жизни может спасти, насколько я знаю. Скажите, пожалуйста, как работают карточки электронных рецептов? Почему действуют только в государственных аптеках? Так ли это, насколько у вас ведомлено? Значит, электронные рецепты, да, уже практически во всех наших поликлинических организациях действуют. Единственное, пока еще по нормативной базе не внесенные в нее изменения требуют наличия еще и рецепта на бумажном носителе. Но пока, да, больше вопросов к частным структурам. В общем-то, я здесь, к сожалению, повлиять на частную структуру не могу. Это лицензируемые деятельности, которые осуществляют Министерство Возвращения Республики Беларусь. Но это тормозит, да? Да, но это развитие тоже идет, не такими темпами, как хотелось бы, поэтому мы в первую очередь работаем с государственными аптеками. Вот пока эта мера такова, но думаю, что у нас в течение времени будет... Да, сейчас достаточно быстро все это меняется. Да, будет двигаться в лучшую сторону. Скажите, пожалуйста, слышала, что с открытием новой взрослой поликлиники на Мазурово к ней будут относиться и пациенты с поликлиники на Огаренко. Будет ли так на самом деле? Значит, ну, конкретно по адресу я не скажу. Ну, то, что будет рационально закреплено население, территориально расположено, или если имеются определенные сложности при существующей системе оказания помощи, то мы, естественно, в том числе и с моим участием к этому вопросу подойдем очень пристально и разумно. Есть сообщение от доктора, доктора участкового терапевта, которая мамой сейчас находится в декретном отпуске, до этого времени работала в Пинске, как врач общей практики, были закреплены стационарные палаты и палаты сестринского ухода. Хотелось бы работать сейчас по прописке в районе деревни Маковье, Марковичская либо Грабовская больница. Куда обратиться, чтобы решить этот вопрос? Значит, ну, либо к руководству, в частности, главному врачу Гомельской центральной городской поликлиники, либо непосредственно в Главное управление здравоохранения, в отдел кадров наш, либо на личный прием граждан к начальнику Главного управления в моем лице. Можно к вам? В приемный день. Уже тогда найдете работу для доктора. Да, в приемный день, поэтому мы с удовольствием рассмотрим этот вопрос. Конечно, доктора нужны особенно на деревне. Спасибо огромное, Игорь Васильевич. Еще раз вас в профессиональном празднике. Спасибо большое. Игорь Баранов, начальник Главного управления здравоохранения Гомельской области полкома, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы и будьте здоровы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»